Так, здесь представлен гибрид НУР. Еще раз озвучу. Сегодня у нас 27 августа 2020 года. Значит, сегодня дым поля в Институте Зеленовых Культур, которое показывает свои селекционные наработки. Значит, я еще разок скажу свое мнение. Впечатление очень хорошее. То есть, был просмотрен ряд гибридов. Вот их линейка гибридов, дай боже, то есть она длинная. Но это не все гибриды, то есть вы выбраны с каждой группы. Во-вторых, гибриды хорошо стоят. Но тут проработан все-таки это институт, который, так сказать, все знают как институт кукурузы. И здесь работают не только селекционеры. Здесь работает агротехника, работают комплексы. Поэтому здесь и севоборот, и питание. Ну, питание можно и больше, но, опять же, исходя из минимума какого-то. И здесь были учтены моменты густоты, сроков посева. И получается, в зависимости от этого получали результат, что мы как раз общались. Мы проезжаем по хозяйству. Там где-то кукуруза никакая, там подсолнечник не видно. Вот здесь подсолнечник, там сортовой подсолнечник, посеян кусок, и он выглядит лучше намного. Урожайность есть. А там гибриды дорогие, вот такое по колено. Здесь нету никакой магии. Здесь не поливался участок. Потому что было в Ютубе там видео у ребят, и люди кучу вопросов позадавали. Сказали, что и поливали, и что вы делали. И сингента там сгорела. То есть, да, сингента в этих условиях, когда его сели научно обоснованно, она тоже стоит неплохо. Она стоит, она изгорела, она выжила. Выжили другие иностранные гибриды. Единственная проблема. Я не вижу смысла сеять. Потому что, ну, скажем так, они не то, что лучше. Они догоняют гибриды отечественной селекции. И это правильно, это логично. И почему? Потому что эти гибриды были выведены здесь, в этих условиях, нашими селекционерами, которые видят эти условия. В институте есть несколько направлений. Есть гибриды, которые хорошо влагу отдают и плохо. И все говорят, ой, это плохо, что влагу отдают. Да нет, ребята, это хорошо для зоны степи, когда гибрид плохо отдаёт влагу, отдаёт урожайность хоть какую-то в этих условиях. А вот уже для зоны леса степи, это должно быть другой ряд гибридов, другой влагодачей. То есть нужно, гибридов действительно очень много. Просто нужно консультироваться, уточнять, почему так. Какой гибрид вам подойдёт, какой не подойдёт. Вот хотел обратить внимание всё-таки на этот гибрид, ПАУ-170. Мы много говорили, что из ПАУ-180 это как бы наименьший. Вот здесь 170. Смотрим. Здесь уже он длинный, хороший качан. Он длиннее, чем у пивихи. Будет быстрее высыхать. Ему есть ещё где расти. То есть он при хороших раскладах может, наверное, сантиметров до 30 дорастать. Вот, да, небольшой как бы. Я думаю, значит, здесь он опущен, он уже созрел, опустился. Он не отпадёт. Вот, я его дёргаю, он не отпадает. Так сказать, а-а-а-а, вниз упал, отпадёт. Это специфика такая, он досыхает таким образом. Он опустился и досох. Вот, теперь мы смотрим, что у нас здесь. У нас здесь тоненький стержень. И здесь нормальное, хорошее, выполненное зерно. Честно говоря, нам по барабану, какое там будет зерно. И какой стержень. Вот мы сильно паримся, вот я как семеновод. Чтоб не было выскочек, чтоб стержень был весь один в один. Ну, честно, как производителю, мне бы было всё равно. Мне два показателя. Урожайность, влажность. Всё, когда я его уберу, как оно сформируется. Вот зерно, нормальное зерно. Всё, оно выполнено, крупное. По удобрениям, не буду врать, говорить, сколько сюда внесено. Но обычно много не вносятся. Это обычно может максимум даться карбамида и 100 килограмм. 100 килограмм карбамида, 100 килограмм нитрамофоз. Заходим вот сюда, смотрим жидкостей его. Как он корону-то одно дело поправит. Мы смотрим, что этот гибрид высох. Вот если мы смотрим периху, периха ещё зелёная. Он, кстати, не маленький, высокий. Хорошо формирует. Вот, и смотрим, ну вот здесь всё же, что так. Здесь всё-таки не убираем ни на что. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук на метр. Есть. Где-то есть, да, есть неровности. Вот здесь не будет пяти штук на метр. Тогда давайте посмотрим, что тут. Да. Ну, кстати, вот качан не такой уж, не намного больше. Но видно, зерно больше. Видно, вот кругленький. Кременистоподибная. Это, скажем так, работа, вероятнее, всё. Ну, опять же, не я его создавал. Он похож чуть-чуть на периху по своей структуре зерна. Только он ранний. Может быть, это опять с Днепровским 181-м. Только поработали более раннюю спелость. И потенциал. Мне понравился его потенциал. Он действительно хорош. Вот по этому гибриду он хорош. Это новый гибрид, новый писк. И он, может быть, заменит часть периху на каких-то площадях. Вот. Но не так сильно он сформировался. Что я уже могу сказать? Что касается сортовой агротехники. Ему нужна густота. Потому что вот он один. И он не показывает себя, как периха там шикарно. Так не идёт. А у перихи есть такой. Периха ремонтантного типа. Она ещё зелёная. Качан у неё созрел, а она зелёная. Поэтому для сила самопики. Вот. Как там. Один на метре. Вот здесь не разошёл. Так само у нас вот от сейлки. От всего. Вот. Он спортился. Да. Вот. И он получился по большому счёту. Когда один он на метре. Вот. Ну, он неплохой, хороший качан. Он тогда больше, толще. Он жирует. Ну, я считаю, что это не нужно. Всё равно он до конца вот не выполнился. Вот ещё качана было под стока. Вот. Всё равно ему что-то не хватило. Плюс он ещё может попасть под запал. Напомним, что это зона Днепропетровска. То есть, это именно выезд на Запорожское шоссе из Днепра. Вот опять это нур. Здесь вот больше. Вон. Я думаю, что если бы мы его подкормили, если бы мы дали препарат типа микоризного или ещё, мы бы получили больше урожай. Если бы это было в Сумской области, то, поверьте, это бы качан был вот такой. Вот. И рано созревает, опадают листья. Листья то... Это тоже хороший признак для раннеспелого гибрида. Поймите. Почему? Потому что, когда пивиха ремонтантная, ещё зелёная, эти листья не с качана добавляются, не с обёртки. Видите, обёртка вся эта. Они добавляются именно вот с листьев с этого стебла. Здесь обёртка высохла, стебло высохло. Вот. Это уже минус влаги. Плюс он уже действительно, вот, он сожрел. Я смотрю, он уже готовый. Всё. Это уже готовый гибрид. Его бери-бери и убирай сейчас. Вот. Дальше мы посмотрим, наверное, те гибриды, которые мне запомнились. Я посмотрю. Сейчас мы пойдём посмотрим гибриды уже более поздней группы. Это Катын. Это гибрид такой интересный, как Монито, который у нас всегда был этот. И вот новые Алена и Марго очень так мне понравились. Это вхозные гибриды, но понравились. Значит, давайте отсюда так выйдем. Посмотрим, вот здесь вот смотрим. Ровный рядок, ровный рядок. Вот. И хороший качан. Да, есть вредители. Болезней, кстати, нету. Что могу отметить? На многих гибридах, даже на импортных, мы видели болезни. Помнишь, да? Здесь нету. Вот здесь нету болезней. Все они травятся, делаются в одних условиях. Ну, как в одних условиях. Импортные обычно травятся и дорабатываются лучше. Вот. Проблема нашей... Это еще, да. Болезней нету. Но есть вот, да. Все. Сашка есть. Нашел сашку. Все нормально. Я успокоился. Вот есть. Я показываю все, как есть. Да, есть теперь сашка. Он думает, что это проблема. Но она есть. Вот. Попало растение. Все. А то так-то. Там был пузырек. Здесь пошел сашку одну. Вот. Стараемся делать максимально честно. Так как... Во-первых, чем мне нравятся полигоны институтские? Они всегда на пределе. Они действительно честно показывают, отображают ситуацию. И здесь можно всегда взять более или менее честную, подноготную. То есть, если ты захочешь поинтересоваться, тебе скажут, у нас все воборот такой. Вносилось вот это, сроки вот это. И есть несколько сроков, когда можно это все делать. Вот есть такие сроки, такие, такие. Для чего люди делают три варианта, да. Вот. Это можно в ранних сроках. Средние сроки и поздние сроки. И никто не знает, какой срок, когда выскочит лучше. Вот. Потому что, извините, одному Богу известно, когда и какая будет погода. А ученые должны просто объяснить и сказать, что в этот срок меньше рисков. Опять же, в зоне степи, одно. В зоне, если мы будем брать уже зону леса, степи, это будут другие сроки и другие риски. Но у нас обычно поздние сроки не выскакивают. И мы смотрим вот сразу, когда идет вот холостей, ага, вот где-то на... И это, кстати, два полигона были. Одно видео мы снимали на полигоне в Васильевле, до 100 метров. А другое это вот возле трассы, возле выезда на Запорожье. Вот. И они ведут себя немножко по-разному. Кстати, вот два полигона, начебто все одинаково делось. Где-то срок посева на недельку разницы сразу по-разному ведут. Там еще голотая, зеленая эта, здесь она уже сгорела. Вот. Но вид вот довольно неплохой. Еще можно сказать про муравьев. Уклю. Тля и муравьи в последнее время насаждают. То есть насаждают тля, а муравьи ей помахают. Скажем так, перешли на сторону зла. Они теперь не наши помощники, они помощники тли. Вот. Все равно потихонечку высасывает, снижает потенциал культуры. Вот. И вот мы дошли до гибрида Хатын. Вот Хатын. Что по нему можно сказать? Вот смотрите. Он еще зеленковатый. Он стоит. Он еще держится этой засухой. Качан. Ну отличный Качан. Вот он. Вот он. Хороший Качан. Толстенький. Вот. Сейчас мы этот не будем его ломать. Вот он такой, да. Другой. Вот у Хатына. У Хатына мы уже видим, что у него вот есть такая штука. Вот. Есть вот этот вот кончик. И вот. У него уже Качан как бы красивее имеет вид. Ну сам стержень больше. Зерно примерно такое же идет, как нет. Зерно крупнее, чем у... Но все же. Вот. Видно, что зерно еще влажнее. Вот. Оно крупнее. Как вариант, может быть больше заложить урожая. Хотя опять же, я не считаю, что может больше. То есть при том, что потенциал у всех одинаковый. Мы можем иногда выскочить вот этот пилиха и нур выскочить больше, чем Хатын. Урожай. Поэтому нужны разные гибриды. Разные сроки подсева. Давайте зайдем сюда внутрь, посмотрим. Здесь не очень там ровный посел получается. Ну, надо выйти. Понятно. Вот только одиничное растение. Качан вообще все-таки почистим. Заходим внутрь. Смотрим, скажем так. Вот. Вот здесь вот, где нормальная густота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук на метр. Вот. Ну, мы смотрим. Совсем другой качанчик. Вот. То есть проблемы везде. То есть просто нужно заходить в тот же самый полигон. Его можно с краю посмотреть. Его можно вот так посмотреть. Вот здесь при густоте пять. Вот такой качан уже, Хатына. И вот теперь он мне уже больше нравится пиви хайно. Потому что они более эффективно использовали влагу. Ну, этот качан тоже довольно, довольно неплохой. Что нужно сказать? Для каждого гибрида существует своя густота. В этом году, в этом году густота для Хатына, она не пять штук на метр. Пять штук на метр это семьдесят две тысячи, семьдесят пять. Ну, то есть семьдесят тысяч растений. А нам нужно для Хатына, для Хатына нужно шестьдесят пять. Вот здесь получилось, там реже, тут гуще. Вот мы вышли сейчас на основной, основной. Тот, что это, должно быть три штуки на метр. Три с половиной. Три с половиной штуки на метр, вот чтобы мы выходили на пятьдесят тысяч. Потому что зона у нас рискованная. Зона степи. А кто посеял там густотой больше в этом году. Этот год сильно наказал людей. Да, мы считаем математику, мы хотим больше растений, больше это, пусть меньше качан. Но так иногда не получается. Иногда мы получаем болт с левой резьбой. Вместо того, чтобы оттуда что-то косить. Вот. Поэтому нужно смотреть, нужно продумывать. На то и голова хозяину, агроному. Вот. И вы понимаете, что есть консультанты такой, как я. Вот я вам сейчас проконсультирую. Я проконсультирую Вася, Петя, еще кто-то. Но он не будет отвечать. А вот вы от своего решения, тот гибрид, другой гибрид, какой вам принять, скажем так, какую принять густоту, вы теряете свои деньги. Поэтому есть такая штука, как минимализация рисков разложения их. Поэтому тогда уже у нас работают сроки посева, гибриды разные. Вот. И идут эти. Если у вас получается один гибрид, да, посеять его больше половины. Потому что у нас всегда получается. Новых гибридов нужно пробовать по чуть-чуть. И хотя бы два года. Вот в хозяйстве, когда пробуйте раз, попробуйте второй раз. То есть нельзя сравнивать в один год. Один год может выскочить хуже, а потом... А все годы остальные он себя будет показывать неплохо. Вот такой вот коты. Не скажу, что он супер, вот. Ну и не скажу, что он плох, он стоит, держится. Понятно, где 3 штуки на метр, здесь лучше. 3-4. Вот. Вот здесь получается, хотя вот вместе они... Вот качан уже лучше. Где здесь просвет? Здесь вот, который в середине уже меньше. Оп. Ага, качанчик отвалился. Сорри. Вот, поднимем. Вот. Ну и мы тогда сравним. Мы видим, да, разницу? Это тот, который троевой качан, троевой. А это качан, который уже внутри. Вот, что мы видим. Здесь, видим, через зерницу потом разрослось. Здесь и плохое опыление. Вот качан неправильной формы, он болеет. И вот кончик, он не опылился, ему не хватает. Не хватает растению силы, не хватает самому зерну. Поэтому мы недополучаем урожай. Недополучаем урожай из-за планирования, из-за того, что мы посеяли. Не всегда можно дать больше удобрений получить. Иногда вот в этом году и удобрения сработали хуже. То есть больше удобрений, процесс осмоса. И мы знаем, как мы вот картошку можно запечь. Делаем соляную воду, ставим на печку. Если хорошо, сильный раствор, то мы картошку не варим, а печем. То же самое с нашей корневой системой. Корневая система с процессом осмоса должна взять воду, должна взять питательные вещества. Мы туда накидали туков, они не растворились. Мало того, что и хуже сделали. Ну, можно вас обрадовать, они на следующий год сработают. Но в этом году мы в пролете. Кушать хочется каждый год. Хочется зарабатывать. Хочется выходить на какую-то рентабельность. И учти, вытягивать свой бизнес. Получать удовольствие от своих результатов. Понятно, вот когда мы выходим на вот эти вот изреженные песочки, которые так получились, краевой эффект. Это совсем другое. Вот. Одна штука на метре, она не показывает всей тенденции. Вот если там две штучки, да. Вот. Это, конечно, супер-качан. Но, опять же, здесь уже не одна штука на метре. Качан. Качан довольно внушительный. И здесь урожай будет. И, невзирая ни на что, на вот таких вот посевах, реже он или не реже, с этого хатына 5 тонн можно взять. Вот. А это не ноль, это 5. Вот. Давайте сейчас пройдем до этой. Тут у нас гибрид Моника должен быть. Ну, вот, смотрите. Гибриды смотрим. То есть они красивые, они достойно выглядят. Везде соблюдан аквазор. Вот. Здесь аквазор даже лучше выглядит, чем на том полигоне. Рубин. Вот. Выглядит все это довольно шикарно. Гибрид портится. Вот по портице у меня вопросы. Там вот по стойкости у портицы идет. Гербицидом. Вот. Гибридов действительно много. Глаза разбегаются. Мы просто здесь сейчас бегло просмотрим, как вот это идет. Ну, смотрим, чтобы вот подгорело. Буквально еще неделю назад это был хороший такой зеленый полигон. И сейчас последние 10 дней жары все просто сгорает. Просто доходит, сгорает полностью. Вот гибриды мы смотрим. Гибрид Велес. Гибрид Орлы. Сейчас мы пойдем в те гибриды, больше ФАО. И покажем, что они еще держатся. Вот. То есть, эти гибриды сопротивляются. Та же вот. Диметра неплохо стоит. Хотя уже тут догорает. А гибриды ПАО 400. Вот они будут лучше. Вот отжамка. Ну, неплохо. Стоит довольно неплохо. Довольно неплохо стоит. Но уже она тоже догорает. Шквал. Бурштин. И подойдем к Монике. Все-таки не просто ее сей. А Моника зеленая. Людей нет дурек. Хотя, вот видите. Плохо запылилось. Был стресс. Попал качанчик под стресс. Все. Вот это получается, когда слабое пыление. Вот здесь этот качан не опылился. Не знаю, по каким причинам. Здесь тоже вот краешек плохо опылился. Здесь мой мощный. А здесь видим, хоть чуть-чуть нагналось. Вот этот качан, это шикардосный. Вот. То, что надо. Теперь давайте зайдем внутрь. Потому что мы видим, что она все-таки не горает. Но, когда мы подходим к густоте, к густоте Моники, мы уже видим качан неплохо. Вот. Вот, смотрите. Вот здесь она густая. Вот. Правда, наверное, трошки рвут качаны. А, вот они прячутся. Прячутся от нас. Потому что такие, как я, ходят, разгортают. И качановные не набираешься. Оторвал где-то. Вот. Ну, это хороший качан. То есть, это хороший. Он формирует, значит, по Монике. Это поздний гибрид. Но в зоне Днепра, в зоне Запорожья. Он будет давать неплохо. И он неплохо стоит. Мы видим, что он зеленый. В отличие от тех этих гибридов, которые шли. Он сопротивляется. Он держит утар. Это гибрид-боец. Старый. Проверенный годами стабильный гибрид. Вот почему его спрашивают. Почему каждый год у нас все спрашивают. А вот бы Моники. И что я вам скажу. Вы правы. Вы правы, что спрашиваете. Правы, что сеете. Какую-то небольшую часть его надо. Да, здесь влажность будет. Ну, в хороший год. Он себя пока много насыпет. Но с большой влажностью. А в год 2020 он выскочит. И вы будете в шоколаде. Вот. Ну, вот так вот. Давайте подойдем. Еще два гибрида. Это Олена и Маргарита. Марго. Вот. Там Павов 500. Вот. Вот смотрим. Это вот группа пошла. Позднеспелый. И это сразу гибриды. Вот смотрим, гибриды просто изменились. Вот мы откуда пошли. Это от Моники. Мы просто, просто изменились. Они стоят. Это действительно гибриды, которые защищаются. Они справляются с этой засыпкой. Вот. Вот. Вот это по два качаната. Вот. Этот чуть-чуть реже пошел. Так он два качаната. Вот. Это действительно вот масса. Он формирует хотя бы дальше. Вот когда идет густота нормальная. Вот. По качану. Раз, два, три, четыре штуки. На метр есть. Вот. Ну, качан. Смотрите. Вот. Вот это качан. И сейчас в этих условиях он досохнет. Все. Все у него будет хорошо. Вот. Нужно не оставлять и на землю некоторые. Ну, проблема. Двухлогие шкидники. Они растягивают поле. Больше, чем для какая-то. Вот. А на них это все. Вот. Ну, как презентовали. Гибриды ПАО за 400. Вот. Они могут быть подорожение. Это высокий потенциал. Я думаю, они тут дадут до 20. Это вот говорили, что эти гибриды идут на Казахстан. На засуху. Вот этот гибрид Марго. ПАО 500. Мне он действительно понравился. И по два качана, смотрите. Вот здесь и густота хорошая. Дал по два качана, но там он лучше выглядел. Он там уже более сформировался. Но все-таки здесь, ага, стоп. Попал под влагу. Здесь, ой, под засуху. Здесь там все. Не тополь все получилось. Смотрим. Там он мне понравился больше на полигоне на Васильевке. Вот здесь он, что-то ему не хватило. Вот в этих условиях. Хотя тут разница. Километров 15. Вот. Ну, стоит зеленый. Может, он еще дойдет. Не, вот на ощупь считаешь. Смотрю, они не запылились так, как надо. То есть, что-то ему не хватило. Вот. Это уже не топольто. Видим. Вот. Там он мне понравился. Здесь что-то с ним уже, видите, как-то. Ну, и гибрид Олэда. Сейчас посмотрим, что у него. Отлично. Вот этот гибрид, который выращивали в Казахстане. Все хорошо. Я на него смотрю уже года три, потому что он только новый, но уже в испытаниях был здесь. Ну, вот это уже видно, да? Вот. Потенциал, видно, до меня кто-то тоже разворачивал. Все-таки страдает. Вот. Но здесь будет хороший. Даже пол этих качана в жестких условиях дадут неплохой урожай. Вот где оно здесь. Скажем так, лучшее условие, лучшее погода сформирует довольно шикарный урожай. Вот. Да, ему не хватает. Здесь формируется по пол качана. Вот. Но эти пол качана довольно-таки неплохо. Шилово в обхвате, много рядов. Вот. Формируется. Ну, и может быть, надо было немножко... Не знаю, что. Просто погоды не хватило ему. Да. Так что, ну, на этом, я думаю, мы свой обзор закончим. Спасибо за внимание. Вам, скажем так, желаю здоровья, желаю урожаю и желаю аналитического, желаю везения, агрономического везения, для того, чтобы получить хороший, достойный урожай. И наслаждаться теми плодами, которые мы делаем. До скорых встреч.